Клинический пример номер 12. Обращаю ваше внимание, что это та же пациентка, которой мы только что три случая ее рассмотрели. Здесь будет вмешательство в области уже первого сегмента, последнего. Обратите внимание, что какой у нее неплохой результат в области второго сегмента, который мы только что рассматривали с вами. Ну и опять же, в общем-то, все те же самые проблемы с неоперированным еще участком. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем с вами рецессии, критически глубокую рецессию в области зуба 13. Глубокие рецессии в области зубов 15, 14, 12. И предваряю сразу, могу сказать, в области 16 зуба тоже очень глубокая рецессия. Тонкий биотип, критический биотип с просвечиванием корней, ишемичная десна с нарушением питания. Отсутствие прикрепленной десны в области рецессии зубов. То, о чем я говорила, обратите внимание на рецессию в области 16 зуба. Занимает фактически более 50-60 поверхностей длины корня. Это очень сложная клиническая ситуация. Это фиксация полученного ранее результата в области зуба 21, 22, 23. Измерение расстояния от режущего края до десны. И также фиксация продонтологического результата для заполнения продонтальной карты в области зубов 24, 25, 26. Заполнение продонтальной карты перед началом операции в области первого сегмента. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 1,6. Измерение расстояния отрежущего края до десны в области зубов 1.61514 Измерение расстояния отрежущего края до десны в области зубов 13.1211 Дизайн лоскута и разреза Обращаю ваше внимание Если вы вспомните, во второй лекции мы с вами обсуждали методику коронального смещения в сочетании с латеральным Вот здесь в области зуба 1.6 я тоже попробовала применить еще дополнительный метод Уж слишком глубокая рецессия в этой зоне Традиционно зуб центральный 13 Опять же, обращаю ваше внимание, что хирургические сосочки все смоделированы таким образом Что они ротируются и смотрят кончиками в его сторону В области зуба 1.3 Обратите внимание, зона латерального разреза для латерального смещения Сюда в области зуба 1.6 Этап проверки мобильности лоскута Мобилизация слизственно-косичного лоскута Доэпитализированы анатомические сосочки И мобильность лоскута уже проверяется в последний раз Обратите внимание, что несмотря на то, что критический тонкий биотип Мне удалось сохранить расщепленность в максимальных участках между корнями зубов Подготовка зубов к обработке поверхности корней Твердая мозговая оболочка до подготовки не перфорированная Перфорированная твердая мозговая оболочка Нерегидратированная Забор свободного десневого трансплантата В области неба Свободный десневой трансплантат Вот его толщина, длина Свободный десневой трансплантат Слайд 3.144 Доэпитализация свободного десневого трансплантата Превращение его в доэпитализированный свободный десневой трансплантат Финишная доэпитализация свободного десневого трансплантата Процесс доэпитализации Свободный десневой трансплантат Не доэпитализирован еще пока Подготовленная регидратированная перфорированная твердомозговая оболочка Зафиксированный свободный десневой депетризированный трансплантат в области зубов 13 и 12 Простыми узловыми швами в межзубных промежутках Зафиксированная твердомозговая оболочка в межзубных промежутках простыми узловыми швами Зафиксированная твердомозговая оболочка в области зубов 16, 15, 14. Обратите внимание, видно, что первично все-таки отдается предпочтение свободному дистанционному трансплантату для того, чтобы пыл он полностью прижат, и его фиксация была плотнее к принимающему лужу, а сверху уже внахлёст лежит на нем свободная твердомозговая оболочка. Зона фиксации и переноса зуба перед латеральным перемещением. 14 дней после операции этап снятия швов в области в первом сегменте. Спустя 14 дней после операции этап после снятия швов. Обратите внимание, в области зуба 16, 15 сохраняется флотация, еще нет окончательной эпитализации следственного косичного лоскута, но уже пошел процесс динамический образования капиллярной сетки. Вот это активное покраснение очень было приятное. Также обратите внимание, что недостаточно было мобильным лоскут в области зуба 1,6, и он интегрирован в опекальном направлении. Во всех остальных зубах лоскут сохранен на своем месте. Флотацию мы можем наблюдать в области зубов 1,6-1,5. Клиническое состояние в области первого сегмента до операции и клиническое состояние в области первого сегмента через 14 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова